Псориатический артрит является одним из основных хронических воспалительных заболеваний суставов, уходящих в группу серонегативных спондилоартропатий, наряду с анкилозирующим спондилоартритом и реактивными артритами. Псориатический артрит представляет собой хронически прогрессирующий системный воспалительный процесс, ассоциированный с псориазом. Первый удар вы получаете от псориаза, и тут же получаете еще один, на этот раз от боли в суставах. Это двойная атака. Возможно, это псориатический артрит, болезнь которой. Характеризующийся преимущественно локализацией процесса в тканях опорно-двигательного аппарата, приводящий к развитию эрозинового артрита, энтезита, внутрисуставного остеолиза и спондилоартрита. Псориазом страдает около 2% населения земного шара, с некоторым превалированием в странах Западной Европы, Скандинавии и России. Среди больных псориазом распространенность псориатического артрита колеблется от 13 до 47%. Чаще болезнь дебютирует в возрасте от 20 до 50 лет. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Особенности псориатического артрита в каждом конкретном случае характеризуют два его основных синдрома – кожный и суставной. У 15-20% пациентов поражение суставов предшествует появлению псориаза, иногда даже за 10-20 лет, но намного чаще псориаз предшествует развитию артрита. Клинические проявления суставного синдрома при псориатическом артрите и его течения чрезвычайно многообразны. От моно- и олигоартрита, или изолированного энтезита до генерализованного поражения суставов и позвоночника с яркой несуставной симптоматикой. Выделяют 5 клинических форм псориатического артрита. 1. Асимметричный олиго или моноартрит. 2. Симметричный полиартрит или ревматоидно-подобная форма. 3. Дистальная форма. 4. Псориатический спондилит изолированный или с периферическим артритом. 5. Мутилирующий артрит. Разберем каждую форму. 1. Асимметричный олиго или моноартрит. Возникает чаще всего в 70% случаев. Именно асимметричность является характерной чертой этого заболевания. Для абсориатического артрита также свойственно поражение суставов и исключение для ревматоидного артрита. Это межфаланговый сустав первого пальца и максимального межфалангового сустава пятого пальца кисти. Редко может наблюдаться изолированный моноартрит лучезапясного сустава. Его особенностью является быстрая в течение полугода развитие деструктивных изменений. Вторая форма псориатического артрита – это симметричный полиартрит или ревматоидно-подобная форма. Наблюдается примерно у 15-20% пациентов с псориатическим артритом. Характеризуется вовлечением парных суставных областей, как при ревматоидном артрите. Артрит дистальных межфаланговых суставов, часто в сочетании с псориатическим изменением ногтей, считается наиболее типичным проявлением псориатического артрита. Кожа над ним приобретает багрово-синюшную окраску, что в сочетании с припухлостью мягких тканей вызывает редискообразную дефигурацию концевых фаланг. Но такой изолированный процесс встречается крайне редко, в пяти случаев. Намного чаще артрит дистальных межфаланговых суставов сочетается с поражением других суставов. Особенностью псориатического артрита является вовлечение в процесс одновременно трех суставов одного пальца – дистального, проксимального и пяснофалангового сустава, или плюснефалангового сустава, если патологический процесс затрагивает кости стопы. Нередко при этом имеется тендовогенит сухожилий-сгибателей, что придает пораженному пальцу сосискообразный вид. Кожа приобретает багровую или багрово-синюшную окраску. В большей степени это характерно для пальцев стоп. Следующая форма – это псориатический спондилит изолированный или с периферическим артритом. Вовлечение в процесс позвоночника при псориатическом артрите встречается часто у 40% пациентов, и как правило сочетается с поражением периферических суставов. Но примерно у 5% больных возможно изолированное поражение осевого скелета. Эти больные часто являются носителями антигена HLI-B27. В отличие от антилозирующего спондилартрита, различные отделы позвоночника при псориатическом артрите могут вовлекаться в процесс без строгой последовательности. Процесс может начаться в любом отделе и, как правило, асимметричный. Нередко псориатический спондилартрит протекает клинически бессимптомно и характеризуется формированием асимметричных синдисмофитов и паравертебральных осификатов. Сакроэлит, как правило, односторонний или асимметричный двусторонний. Мутилирующий артрит возникает очень редко, в 5% случаев. Распространенная резорпция, остеолиз, укороченный телескопический палец, разнонаправленные подвывихи. Стоит отметить, что локальный ограниченный остеолиз суставных поверхностей может развиться при всех вариантах псориатического артрита.